Два года назад мы уже делали ролик про актрис популярного в свое время сериала «Папины дочки». Однако за это время в жизни девчонок много чего изменилось. Обо всем этом мы сейчас вам и поведаем. Лиза Арзамасова 20 декабря 2020 года Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха. О романе «Звезды папиных дочек» с прославленным фигуристом долго никто не догадывался. Когда вскрылась правда, удивлены были даже близкие друзья. Разница в возрасте между влюбленными целых 22 года. Когда именно фигуристы и актрисы начали встречаться, до сих пор никому неизвестно. Но если верить слухам, Арзамасова была еще совсем юной, А 14 августа этого года стало известно, что у супругов родился сын. Оба счастливых родителя в тот день были не особо многословны. Они синхронно выложили у себя в Инстаграм-аккаунтах совместное фото с малышом. Известно, что сыночка зовут Лёва. 21 августа Елизавета поделилась новостями. Они с малышом наконец-то едут домой. Всей семьей. Лиза поделилась фото, на котором счастливые родители держат сына. А рядом стоит 17-летний сын Ильи от фигуристки Ирины Лобачевой. В одном недавнем интервью Лиза сообщила, что собирается завершить декретный отпуск уже в конце сентября. И снова начнет сниматься в кино. На сегодняшний день ей 26 лет. Екатерина Старшова Екатерина Старшова по сериальному прозвищу «Пуговка» совсем забросила актерскую карьеру. После сериала «Папины дочки» она больше нигде не снималась. Закончив школу, Екатерина поступила на факультет фундаментальной медицины в МГУ. С момента окончания съемок в сериале Катюша изменилась до неузнаваемости. Она выросла и из забавной пуговки превратилась в очаровательную девушку с лучезарной улыбкой. И несмотря на звездный статус, как утверждает мама знаменитости, Екатерина совсем не подвержена звездной болезни и остается добросердечным и искренним человеком. Почти две недели назад Катя сделала татуировку, выложила фото и подписала. «Вчера мы с подругой сделали парные татуировки. Это моя первая тату. Получилось очень красиво». Все свободное время Старшова посвящает фигурному катанию, которое для нее стало сейчас больше, чем просто хобби. Известно, что актриса встречается с молодым человеком по имени Василий на сегодняшний день ей 19 лет. Дарья Мельникова Дарья Мельникова этим летом ошарашила всех, что после семи лет брака с актером Артуром Смолениновым они решили развестись. Причину расставания актриса не стала называть, однако она заверила, что с экс-супругом они остались хорошими друзьями. У экс-пары есть двое детей, сыновья Артур и Марк. Дарья сейчас очень востребована в российском кино. Она постоянно появляется в новых сериалах. Сама актриса говорит, что сейчас очень избирательно подходит к выбору кинопроектов и театральных постановок, поскольку с двумя маленькими детьми далеко не на все хватает времени. На днях должен выйти фильм «Совремя правду» в главной роли с Дарьей Мельниковой. Актриса не стесняется показывать себя без макияжа. Она очень часто демонстрирует в Инстаграме фото в купальнике, где ее часто обвиняют в анорексии. Вес Мельниковой составляет 49 килограммов при росте 165 сантиметров. На сегодняшний день ей 29 лет. Анастасия Сиваева Анастасия Сиваева в последние несколько лет не появляется на телеэкранах и не посещает светские мероприятия. Лишь изредка делится личными кадрами в соцсетях. В 2019 году она озвучила одного из персонажей в мультфильме «Шахерезада. Нерассказанные истории», а в 2020-м появилась в эпизоде сериала «Горюнов 2». Судя по всему, Настя не захотела дальше развиваться как актриса. Она изредка выкладывает фотографии в личном блоге, на которых можно увидеть кадры из фотосессий или путешествий. О личной жизни звезды тоже нет никакой информации. Она ведет закрытый образ жизни и не делится подробностями. Поклонники до сих пор гадают, куда пропала актриса. На сегодняшний день ей 29 лет. Мирослава Карпович У Мирославы Карпович в личной жизни появились перемены. Сейчас у нее роман с популярным актером Павлом Прилучным. В интернете не раз появлялись снимки, где они вместе. А в своей новой недавней публикации в Инстаграм о том, почему она не торопится выходить замуж, актриса отметила, что не раз стояла на пороге замужества, однако на предложение руки и сердца отвечала отказом. Также она заявила о том, что всему свое время и не стоит опережать события. По мнению Карпович, прежде чем связать себя узами брака и стать матерью, к этому нужно быть готовой. Конечно, меня часто мучили родные, мое внутреннее «я» по поводу замужества внуков детей. Но у меня есть четкое убеждение, что на каждого малыша есть свое время. В отличие от своей коллеги Анастасии Сиваевой, Мирослава продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Кроме этого, она занимается озвучкой мультфильмов, таких как «Сказочный патруль» и «Кощей. Начало». Кроме этого, актриса принимает участие в театральных постановках и занимается модельным бизнесом. На сегодняшний день ей 35 лет. А на сегодня у нас все, ребята. Подписываемся на канал, ставим лайк и про комментарии не забываем. Всем добра и удачи!